Девочек, дорогие друзья, уже вернее вечерочек, время летит быстро, с вами Криптофатеев, сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогноз биткоина и разберем альты, что у нас происходит с Z-Classic и что происходит с теми альтами, которые сейчас в просадке, что будет происходить, это мы разберемся, потому что на зарубежном сайте я кое-что нарыл, хорошую информацию, потому что на CoinMarketCal, календаре, информация, которая есть, она не всегда, ну как бы, не только То, что про Дива, она не всегда сходится, то есть на некоторых сайтах можно развернутую информацию с анонсами найти, нежели на календаре CoinMarketCal, что касается прошлых у нас событий, то, что было 2-3 серьезных анонса, нам обещали сюрпризы от Z-Classic и, соответственно, Z-Classic по ней события, это самые основные, что меня интересовало И также тут в ближайшее время, 15 августа, тоже специальный анонс по Cardano готовится, ну и, в принципе, по другим криптовалютам, особенно вот тоже Z-Classic, AnonForkExchangeSupport будет и, в принципе, все Что касается, значит, криптовалют мы вернемся, что касается рубля, сейчас у нас рубль чуть откатился от 68, а даже почти 69 Я думаю, что на обменниках он эту цифру достигал, и, соответственно, он сейчас откатывается Что касается BTCUSD, у нас сейчас ровно 6000 биткоин И, соответственно, что тут можно сделать? Я считаю, что тут у нас будет биткоин немного с откатами Но, тем не менее, тенденция останется все-таки вниз, потому что на ваших глазах Вот биткоин пытается пробить отметку 6000 долларов Он просто не закрепится на ней, он пойдет ниже, если это будет И, соответственно, можно делать выводы, что еще вот дно биткоина не пробито И очень непонятная ситуация тут будет, скорее всего, если вот это дно, оно не пробьется Хотя уже дневной диапазон показывал 5900, поэтому можно считать, что такового выталкивания не будет Будет просаживание еще на нижние уровни, и только оттуда выталкивание Ну, отсюда глупо выталкивать Сейчас капитализация рынка очень сильно просела Биткоин, ну, практически сейчас у нас, я думаю, минимальных значений новых он достигнет за этот год И поэтому нет основополагающих для того, чтобы сейчас как-то заходить на рынок криптовалют Именно на биткоин Потому что я считаю, что биткоин это как перспектива сделать некую прибыль Почему? Потому что у нас по биткоину всегда, как ни крути, идут волновые движения, которые показывают так или иначе рост Да, вот те аналитики, которые говорят, что ложный рост, ложный рост, ложный рост криптовалютного рынка Но не биткоина Биткоин именно показывает рост И он может самостоятельно показывать рост Потому что им никто не курирует Ну, кроме китов, разумеется А вот альтами, конечно, ими правит И ими правит дед биткоин И глупо полагать, что это какой-то фейковый рост На фейковом росте, так называемый, в биткоин ты вложился Ты можешь заработать некую прибыль Соответственно, какая тут может быть прибыль Я считаю, что биткоин может достичь отметки 7400 После этого у нас опять пойдет падение Об этом будут существовать новости Но, тем не менее, я считаю, что так оно может быть Новое дно должно у нас обновиться И по теханализу все это подтверждают То есть, на биткоине можно сделать прибыль А в то время, как на альткоинах Сейчас можно захолдить И ждать в долгосрочной перспективе Не сейчас Потому что некоторые путают Общий криптовалютный рынок и биткоин Потому что у большинства, я так понимаю Много альткоинов Поэтому они говорят ложный рост Но это нифига не ложный рост Это рост исключительно биткоина И некоторые альты тоже рост показывали Вот, например, тот же 0x Мною нахваленный Дал x2 Сейчас, конечно же, он откатился И те, кто меня спрашивали Заходить на доллар нам Я говорил нет Почему? Потому что монета уже отыграла Куда вы собираетесь заходить, ребята? В то время, как, конечно, я рекомендовал Другие альты На август месяц Цитатроны, другие еще альткоины рекомендовал Но сейчас у нас общая тенденция На рынке к снижению И тем не менее, когда биткоин Доминанс у нас просто пойдет Обратно на 38% Или 36% До своих минимумов А это обязательно будет Альткоины, так или иначе 2x, 3x в легкую сделают Особенно эфириум Ему сейчас 2x сделать Как нефиг делать То есть расплюнуть действительно 250 долларов На 500 долларов Ему вернуться очень легко Поэтому нужно просто это учитывать Включать холодную голову Держаться этого мнения И сейчас, конечно, лайткоин Вытолкнулся из зоны 49 долларов Он, значит, достигал 49 долларов Если он там закрепится И пойдет ниже То будут основополагающие Считать для того, что лайткоин Может быть им ниже 50 долларов Поэтому не торопитесь покупать Потому что сейчас Ключевое событие У лайткоина И у других криптовалют Когда они могут еще пойти ниже Потому что EOS уже почти 4 доллара Там кто-то ламбу продавал Кстати, за EOS Когда он стоил там 12 долларов Блин, как жалко этого парня Вот действительно очень жалко Ну, парень с Америки Короче, это делал Но, тем не менее Ошибки допускают все Кто не допускает Тот ничего не делает Что касается ZClassic То есть, они, в общем-то Анонсировали анонимный биткоин А NON Он называется Гениально просто И, соответственно Это новая приватная Криптовалюта Тут пишется И, значит, что Тут есть такое интересное Как можно его получить То есть, если вы имеете 1 BTC Я так понимаю На бирже То есть, если вы имеете 1 BTC Вы получаете 1 ANON Если вы имеете 240 ZClassic ZClassic, то вы получаете 240 ANON Вот, поэтому Ну, как бы вот так вот Оно работает ZClassic и Bitcoin Hard Fork Значит, они Будут, значит, произведены 10 сентября 8 часов вечера Тут написано И, соответственно Можете следить Кого интересуют Альты Но сейчас В связи с ситуацией На рынке Ну, очень трудно Говорить о том Что даже ZClassic Какой-то покупать Чтобы на нем Ну, на нем X2 сделать Тоже очень трудно Потому что Нету основополагающих Для того, чтобы Считать, что ZClassic Как-то начнет Возвращаться К каким-то отметкам Своим Потому что это Выскорискованный актив Который находится Не на всех биржах И Вот этот Еще Hard Fork Ну, неизвестно Что там будет Поэтому тут Надо попридержать Пока что коней Что касается CoinMarketCal Анонс Cardano Значит, я Вам обещал Сказать Но, прежде чем Это сделать Есть Anthology Анонс Он анонсировал Партнерство С Spool Это, в общем Сервис Для стрима Типа как Twitch Вот И я нашел Этот сайт И здесь Можно стартануть Типа Попробовать На несколько дней Да И, соответственно Что тут Написано Ну Для того, чтобы Получить подписку Это 5 долларов Стоит И, соответственно Тут есть номер И так далее То есть Чтобы вам Прислали приложение То есть Есть тут номер Как написано Здесь И Ну, соответственно Сервис Я не знаю Вообще О нем Не слышал Когда есть Такие гиганты Twitch Очень трудно Услышать О таких Сервисах Совершенно Невозможно И, соответственно У нас Будет Партнерство С этим Сервисом Для тех Кто держит Монету Anthology Насколько Это партнерство Будет перспективно Никто не знает Но Сам факт А второе То, что Значит Кардана Значит Будет Анонсировать Специальные Сюрпризы Анонсы Делать И, соответственно Это будет Тут в ближайшем Времени Ну, и Как на CoinMarketCal Написано Что Это вот Должно быть Уже скоро Это будет Завтра Ну, в принципе Это все Что мне нашлось Удалось найти Вернее, обратно Да И, соответственно По альтам Действительно Сейчас Плачевная ситуация И даже Какие бы Анонсы Не были Все равно Мы видим Падающий рынок То есть Я считаю Что нужно Все-таки По лайткоину Ориентироваться Ориентироваться По эфириуму То есть Если лайткоины Действительно Пробивают 50 долларов Идет ниже То Это говорит о том Что ему уже Открыта дорога На 25 долларов То есть Снижение В половину Цены Может Такое Произойти Поэтому Кто там Торопится Кто там Как-то пытается Приобрести Альткоины Ну Сейчас Это можно Делать Только На долгосрок Только В долгосрочной Перспективе Если вы Верите В технологию Пожалуйста Никто О вас Отговаривать Не будет Покупайте Сколько Вам влезет Но По теханализу Так как Лайткоин Щупал 49 долларов Но нет Основополагающих То есть Чтобы Его Сейчас Зайти Купить На 50 долларов Да Я говорил Что я буду Покупать На 50 долларов Но Если Актив Ну Значит Показывает Снижение То Ну Как бы Его глупо Брать Да Действительно И Особенно Когда Он На дневном Диапазоне Показал 49 долларов Что касается Значит Новостей Фондовая Биржа Ямайки Запустит Торги Криптовалютой И Окружающая Среда Меняется Так как И вся Экосистема Будущем Мы сможем На это Пойти Пока Это не является Предметом Дискуссии Наша миссия Предоставить Безопасный Способ Торговли Криптовалютами Для Брокеров Дилеров И Фондовых Бирж Ну Вроде Все Улучшается Вроде Развивается Блокчейн Да Но Рынок Как бы Шел вниз Так и идет Это очень хорошо Я думаю Что в будущем Вот эти все Положительные Новости Развитие Блокчейна Внедрение Его в банковскую Систему Открытие Фондовых Бирж Оно Как бы Вот это все Выстрелит И Выстрел Может быть Действительно Очень сильный Пока что В краткосрок Кто хочет Получить Прибыль Я вам говорю Что биткоин Это хорошая Инвестиция Только сейчас Да Потому что Альты Сейчас на второй План уходят И Соответственно Я это Аргументировал Почему И кстати Хакеры Смогли вывести Криптовалюту Неприступного Криптокошелька Макафи И Значит Последний Сначала Пообещал 100 тысяч Любому Кто сможет Вломать Кошелек Битфи И отправить С него Транзакции Затем Награда Была увеличена До 250 тысяч Долларов И Это Позволило Нам Выводить Разные Смешные Сообщения На экран Кошелька Конечно Это Не главное Мы Смогли Продемонстрировать Это устройство Подключено К серверам И работает Несмотря на Серьезные Модификации Мы Отправили Ситы Фразы Устройства На другой Сервис С помощью NetKate Без Особых Ухищрений Мы Думаем Что все Условия Компании Были Выполнены Ну А теперь Джон Макафи Должен Заплатить 250 тысяч Долларов За то Что его Кошелек Ломанули И Соответственно Это Произошло Я думаю Что Макафи Конечно Хайпит Как может Потому что Создав Кошелек Который Типа Невзламываемый Да Такого Не бывает Все Абсолютно В этом Мире Можно Взломать Поэтому О чем Тут Говорить Ну И Никсаба Биткоин ETF Могут Принести Больше Вреда Чем Пользы Он Заявил И Это Известный Криптограф И Пионер В области Смарт-контрактов Никсаба Кстати Я его Не знаю Он Выразил Опасения Насчет Одобрения Биткоин ETF По его Мнению Проблем От Криптовалютных Биржевых Фондов Может быть Больше Чем Пользы Я Не Лоббирую ETF Они Могут Создавать Больше Проблем Чем Ценности Недавние Распродажи Биткоина Выкинули Или Скоро Выкинут С рынка Многих Не Вешт Нам Не Нужны Новые На Их Место Ну Кому То Не Нужны А кому То Нужны Потому Что Так Или Иначе Если Биткоин Упадет В цене И Все Криптовалюты Очень Нехило Просядут Хотя Куда Еще Да Казалось Бы Ну Лайткоин Уже 50 Долларов То Ну Пойдут Придут Новые И Пользуясь Случаем Они Заходят И Могут Ждать 2-3 Года Если С рынком Так И Ничего Не Произойдет Но Тем Не Менее Они Дождутся Потому Что Знают Что Те Люди Которые Купили Биткоин В 12 Году Они Сейчас Миллионеры И Многие Хотят ETF Но Не Имеют Представления О Последствиях Они Словно Хотят Бумажные Все Вот Заняты Этим Биткоин ETF Но Самое Главное Было Бы Очень Хорошо Для Криптовалютного Рынка Если Например Эфириум Можно Было Расплачиваться В Обычном Магазине Но Так Как Этого Нет Так Криптовалютная Индустрия Молодая К сожалению Конечно Сейчас Многие Уходят Потому Что Не Видят Потенциала Но Это Пока Что Я Думаю Что Дождутся Тех Бывает Мошенничество Из-за Внезапного Делистинга Токена MPG И Как Пишет Издание В листинге BitForex Заявлены Самые Различные Токены Однако Далеко Не Все Возможно Найти Через Поиск На Главное Страниц Платформы Перечислены Только Монеты С Активными Торгами Что Хочу Сказать Вот Это С биржами Проблемы Которые Сейчас Есть С Коином Которая Проблема Была Недавно И Наверное Все Таки До Сих Пор Есть Это Все Продавливание Рынка В чистом Виде Поэтому Неудивительно Почему Рынок Конечно Падает И Кому Это Кстати Выгодно Ну И В РФ Предложили Изучать Блокчейн И Бигдата В рамках Школьной Программы В настоящий Момент Эти предметы Преподают По Учебникам Которые Не Учитывают Новых Технологических Достижений И Ориентиры Программы Цифровая Экономика Но Учитывая То Что В школе Все Преподаватели Множество Преподавателей Преподают Через Жопу Я Не знаю Откуда Они Будут Рискать Учителей Которые Это Должны Быть Молодые Амбициозные Учителя Которые Будут Платить Зарплату 50 тысяч Рублей Как Минимум Да А Кто пойдет За 15 тысяч Учить Какого-то Недалекого Чувака Которому Сколько Там 8 лет 8-10 лет Не Ну Действительно Детям Такое Преподавать Это Должна Осознанность Быть То есть Ты должен Не навязывать Что-то Чтобы Вызывать Отвращение Потому что Когда Тебе Навязывают Физику Которая Нафиг Тебе Не сдалась Она Вызывает У тебя Отвращение И Соответственно Тут То же Самое Просто Могут Дети И так Не будут Учить И не учили А это Они вообще Забросят Но Тем не менее Мадуро Привяжет Цены И зарплаты К национальной Криптовалюте Эль Петро И Соответственно Это будет Означать Существование Улучшения Положения Работников В Стабилизацию Их дохода Теперь Считает Он У спекулянтов Не будет Оправданий Для Ставерих Действий Поскольку Цены Будут Жестко Привязаны К национальной Криптовалюте Также Он Пояснил Что По крайней Мере На первом Этапе В стране Будут Обращаться Сразу Две Денежные Единицы Это Боливар Собирана И Эль Петро Ну и В заключение Мадуро Заявил Что 20 Августа Начнется Новая История А к 20 Году Венесуэла Восстановит Стабильность И обеспечит Социально-экономическое Процветание По словам Президента Характер Экономического Развития Не будет Зависимым Или Паразитическим Ну и Откровение Скамера Твиттер Мошенничество С раздачей Эфириум Приносит 100 тысяч Долларов В день И Значит Это Мошенническая Схема Которая Была Еще Заранее Вот на моей Памяти Это было По моему Еще в декабре Может даже В январе Феврале Когда Например Скамеры Писали Под постами Виталия Габутерина В твиттере Что типа Я отдаю 5 эфириумов На То есть Отдаю 5 эфириумов Если вы Мне пришлете Там например 10 Или 6 Или я отдаю 50 эфириумов Если вы мне Присылаете 10 Ну что-то Типа В этом духе Было И потом Виталик Заявил Что он Типа Не отдает Эфириумы А потом Вовсе Переименовал Свой ник Типа Виталик Бутерин Я не Отдаю Эфириумы Это действительно Было Но Кто это Вообще Делал Кто отправлял Эфириумы Я не знаю И халявщики Отправляют Эфириум На любой Созданный Нами Аккаунт Их даже Не беспокоит Верификация Заявляет Хакер Хотя Мы Предполагали Обратное Просто Халявщики Сбудоражены Возможностью Получения Денег Из ничего И приумножения Своей криптовалюты Объяснил Мошенник Но Действительно Это очень Глупо Очень Глупо То есть На западе Такие люди Как бы Я считаю Что в России Может в Украине Так как У нас Не очень Такие Процветающие Страны И Соответственно Зарплата То есть ВВП Считает Нужно Желать Лучшего Да Как говорится То есть Тут у нас Такого бы не сделали Может быть Но хотя Дураки Всегда найдутся Но биткоин Приложение От Square Стало доступным Во всех Американских Штатах И Соответственно В январе Square Сделала покупку И продажу Биткоина Доступная Почти Для всех Граждан США За исключением Вайоминга Нью-Йорка И еще Двух штатов Где Регулирование Сферы Особо Строгое Однако Уже В июне Компания Скоро Получила Bit Vicens Специальную Лицензию Позволяющую Вести Деятельность В штате Нью-Йорк Да вроде Все развивается Все идет Чин-чин По чину Но Рынок Так и Не поднимается Все падает Но тем не менее Я считаю что Сейчас нужно Конечно Ожидать Не продолжение Коррекции Вот у Биткоина Это действительно Сейчас Что есть Именно Это коррекция Да то есть Это коррекционное Движение Поэтому я считаю что Альткоины У нас Рубеж Все таки Нужно Равнять По лайткоину Вот если лайткоин Продвивает 50 долларов И идет ниже То соответственно Все альты Еще ниже Пойдут И там может быть И 30 долларов И 40 И даже меньше То есть Мы можем Это вполне Увидеть Но Пока что Лайткоин Как бы у нас Держит Марку 50 долларов И все Криптовалюты Ну в основном По другим Криптовалютам Очень трудно Что-то Объяснить Потому что Даже Бинанскоин Блин Он просто Сильно Взорвался Он На минус 23 процента Откинулся И сейчас Мы видим Что Бинанскоин Стоит Около 9 долларов То есть Сейчас Конечно Ситуация Она Трудноватая Для тех Кто Зашел На рынок Ранее Особенно Зимой Но Она Очень Хороша Для тех Кто Собирается Заходить И поэтому Я считаю Что Не все Так И Собственно Плачевно На этом Рынке Сейчас Да То что Мы видим Падение Рынка Но тем Не менее Антологи Вообще Откатился На Ну почти 1 доллар И Соответственно Анонсы Даже Анонсы И какие Там Другие События Я считаю Что Тут Не помогут Покуда У нас Такое Глобальное Движение Вниз Всего Рынка Очень Трудно Будет Заявлять О том Что Ну как То мы Справимся С этим И вот Эти анонсы Каким-то Криптовалютам Помогут Хотя Вчера Стеллар Он Показывал Непосредственно Рост Но Хочу Опять-таки Сказать Что Он Как Показывает Рост Так И Очень Хорошо Кстати Откатывается Это Тоже Нужно Иметь Ввиду Ну а Если Мы Будем Говорить Что Перспективнее Стеллар Или Риппл То Вы Можете Посмотреть На сентябрь Что Планировано У Стеллар И Ну Понять Что Стеллар Куда Перспективнее Но Это Опять-таки XRP И Стеллар Я Все-таки Считаю Что Если Делать Деньги Где Лучше То Все-таки Может Даже Стеллар Потому Что Более Децентрализованная Криптовалюта Нежели Риппл Ну Как Примножить Свою Прибыль Я Считаю Что На перспективу Это Все-таки Стеллар Потому Что Стеллар Обогнал Иос Согнал Его На шестую Позицию И Сейчас На пятом Месте Поэтому Считаю Что У Стеллар Неплохое Будущее Просто Монету Заметили Сейчас Тогда Когда Ее Нужно Просто Было Заметить Ранее Но Тем Не Менее Сейчас Вот Эти Скидочные Цены Они Дают Право Купить Ее И Купить Другие Криптовалюты Вопрос В другом Есть Лифиат Поэтому Я Считаю Что Стеллар На перспективу Тоже Неплохая Криптовалюта Нужно Изучить Прежде чем Конечно же Инвестировать И изучить Уровни Потому Что Сейчас Если Мы Зайдем На График Стеллар Так Как Она Показывает Такие Волны То есть Практически Американские Горки То Мы Видим Что Сейчас Не Самое Лучшее Время Для Покупки Потому Что В последнее Время Она Относительно Пол Месяца Назад Даже Не Каких Пол Месяца Месяц Назад Значит Ее Стоимость Была 3000 Сатош Почти И Прайс Был 18 Центов В то время Как Сейчас Ее Прайс Это 21 Цент То есть Нужно Иметь Ввиду Но Я считаю Что С таким Падением Рынка Когда Капитализация Рынка Просто Летит Вниз Очень Трудно Говорить О том Чтобы Заходить В эту Криптовалюту Потому Что Дно Может Постучать Новое Как Очень Легко То есть Очень Легко Тоже Нужно Это Учитывать Меня Также Пугает То Что Общее Количество Монет То есть Доступное Ну Доступные Монеты Вот А Общее Количество То есть 104 Миллиарда Монет И Соответственно Тут У нас Всего Доступное Это Ну Почти 19 Миллиардов Это Говорит О том Что Вот Эти Ну Грубо Говоря 80 Процентов Ну Пока Что Поэтому Ну Если Вот Так Разбираться В рынке То есть Это Действительно У Разработчиков И Пугает То Что Действительно Тут Может Быть Манипуляция Ценой Просто На Раз Два Эту Криптовалюту Могут Действительно Толкать И Это Очень Пугает А Вот Если Мы Зайдем И Возьмем Например Какой Нибудь Ну Куантум Или Кьютум Который С помощью Проф Оф Стейк Майнится В кошельке Да Ну В кошельке Падают вам Монеты То Тут У Разработчиков 12% Потому Что Всего 100 Миллионов А Значит Всего Доступно В обороте Это 88 Миллионов Соответственно Тут 12% У Разработчиков То Я считаю Что Ну Как бы Манипуляция Манипуляция Но Если на перспективу Конечно Криптовалюта Неплохая Нужно Иметь ввиду Что Там Где Манипуляция Там Может быть И скам Проекта Поэтому Там Нужно Когда Криптовалюта Дает Иксы Нужно Выходить С нее Когда У нее Монет Очень Дофига У Разработчиков Как У Это Было У XRP И По Монему Даже XRP Подозревали В Мошенничестве Потому Что Смотрите Сколько У Разработчиков И Сколько Доступно То 60% Идет Разработчикам Хотя Тут Ситуация Получше 60% Разработчикам Но Тем не менее Нужно Все таки Думать Включать Голову Разбираться Что Это Технология Прежде Всего Сколько Вы Хотите Сделать Иксов На Какой Период Времени Вы Хотите Инвестировать Потому Что Ну Как бы Криптовалюта Там Ну Манипулируют Ей Разработчики Ну Хорошо Но Иксы Это Можно Сделать Можно Ну Значит Какие Вопросы Просто Нужно Будет Очень Серьезно К этому Подходить С точки Зрения Того В Какой Срок Вы Инвестируете И Сколько Денег Вы Ложите Да То Если Все Деньги В Стеллар Ну Это Очень Плохая Идея Это Супер Плохая Идея Если Там Какая-то Часть Там 5% 10% Можно Попробовать Но Тем не менее Конечно Стеллар Это Сейчас Как говорится Не Не Панацея Потому Что Ну На рынке Такая Сейчас Плохая Ситуация Все Альты Все Альты У нас Падают Все В падении Поэтому Ну Говорить О том Что Стеллар Там Как-то Рванет В сентябре Против Всего Рынка Не Приходится Конечно Не приходится Очень сильные Заявления Но Тем не менее Стеллар Уже На пятом Месте По капитализации Обогнал Иос Она Сейчас Занимает Ну А с вами Был Крипто Фотей Всем удачи И всем пока